Дорогие наши друзья, всех рады приветствовать в таком замечательном месте. Сейчас конец июля, мы находимся в лесу. По понятным соображениям, не можем сказать вам в каком. Я уже нашла один, молоденький. Красавчик. Да. А я все думал, когда же мне включить камеру? И вот как раз настал тот момент. Где-то там я увидел бугорочек. Это тот лес, в котором работает заклинание. Не буду дивиться, хай беляшиться. Ого. Катя. Красивее. Чем у тебя, наверное. Совсем еще молоденький. Упсичек. Ну-ка, давай сравним. У меня уже два. Так что не надо тут. Для себя нужно находить что-то радостное. Вот как мы сегодня. На этом же пятачке увидел очередной бугорочек. Здесь бугорочки очень часто нас радуют мухоморчиками. Ну, это белячочек. Видите? Белое золото. Маленький. Ну, я его заберу. А то, когда мы еще увидимся. Есть один товарищ у меня на работе. Он не любит покупать сигареты. Он любит их просить. И вот он встречает другого моего товарища и говорит Слушай, дай сигаретку. На, пожалуйста, бери, угощайся. Слушай, дай две. А то, когда мы еще увидимся. Катя побежала дальше. Но я не стал спешить и правильно сделать. Потому что здесь еще сюда белая голова выглядывает. не совсем, конечно, белая, а такая кофе с молоком. Где больше молока. Беляшек. Это мои первые беляшки в этом году. По известным причинам весенние грибалочки пропустили мы. Ну, будем наверстывать потихоньку. я забыл сказать самое главное. Я здесь не только с женушкой, но еще и с тещенькой приехал. Тещенька сразу нашла два белых, распочинилась и грибы повели ее совсем в другую сторону. Но мы в итоге покажем, что удалось ей найти в этом прекраснейшем лесу. вон там вдалеке я вижу двух грибников. Так что не одни мы такие, Катя. Авантюристы. Да, отчаянные авантюристы. Я, наконец-то, начал дышать полной грудью. Лес избавляет от депрессии. Попался старый экземпляр. Вот я думаю, наверное, не стоит его даже и трогать. Пусть он порадует здесь какого-нибудь мимо пробегающего лось. Сейчас на улице около 27 градусов. И вот вы видите облачно. Это хорошо. Солнце не печет. но чувствуется, что парит. Тут недавно был дождь. Парит и из-за этого идешь уже весь мокрый. Но нами движет дикий азарт. Еще бы вырвались наконец-то. чем мне нравится летняя сосновая грибалочка, так это тем, что можно ходить в облегченном наряде грибника. Катюшенька проходящая мимо лосиного помета. А вот собственно и мой прикид. Этот лес я уже неоднократно вам показывал. Он характерен тем, что здесь можно пройти несколько километров и уже подумать, что тут грибов нету. Но потом найти местяк и оторваться там по полной. А я не могу как-то отфокусировать зрение. Иду, у меня все расплывается. То ли отвык, а то постарел лежать. вижу несколько бугорочков. Видно ли вам по отношению к горизонту насколько они приподнимаются. Здесь нечто разложившееся. А вот еще один беляшик. Конечно кто-то скажет, что ты набрал малышей. Но мне кажется это самый приятный размерчик. среди маленьких. Это же не совсем маленький. Зато успели о этот уже все. Это вас ели черви. Зато успели на их волну. Катя Катя смотри как можно было пропустить такой бугор с мухомором. Увидишь ли зрители? Увидят ли зрители? Этот уже совсем на поверхность вылез. ты связываешь чистоту этих белых и что они не червивые с тем что ночи холодные? Ты считаешь что черви предпочитают трапезничать ночью? Как это делаешь ты? Я не ем ночью. Если я ела ночью я выглядела не так. Ух ты! Такой был внушительных размеров бугорок и такой пипать. бочоночек такой. А ну выпейте камеру. А как вам вот это зрелище? Рыжевласый с рыжей головой. Ирландец вы не могли не увидеть вот этот рядом расположенный бугорок бочоночек. А здесь белоглавый. О! По-моему здесь еще один шик-заде. Да, вот. Катя на тропинку из белых попала. Я к ней приближался и увидел вот такого красавчика, пока она его не сорвала, я вам покажу. И тут еще один бугор. посмотрите. Какой длинноногий балерун. Так, ну тут по-любому беляшится. Вот. ну как тебе эти высокие струнки. Я тебя не позвала? Они были мои. Моя судьба была в том, что ты меня позвала. Так, а ну-ка. Ты смеется с меня. Такой доходяжный беляшочек. Иди вон. Катюшенька, смотри, идем дальше по твоей тропинушке. Только уже без тебя. Длинноногенькие мои ненаглядненькие. О! И вот еле виднеется бугорочек. 100% там что-то гнило и я влез пальцами и что-то коричневое. Будем сподеваться, что это гриб. Разложился. Вот она тропинка беляшовая. Нет, это мухоморец. Я иду по тропинке беляшовая. Катя мухоморный. Становится еще душнее и жарче. Вот я даже весь потный. Может это просто я разъелся и теперь мне тяжело двигаться. Вот так азарт выгоняет шлаки и токсины из вашего организма. А вон и тещенька приближается. Сейчас подожди, Катюша. Я хотел пойти твою маму поснимать. Но тут показался беляшоночек. Очень крепенький, хоть и маленький. Такие соби коты горошка. Ну показать людям, что там то заодно померяться силами. О! Ну что? О! Ну что? Твой хелечочек. О! Какой! Мой, если приблизить к моей камере ближе, то кажется больше. Идем же, друзья, проверим, что там у мамы. Ой, Дима, так жарко, я не могу уже. Ага, я сам весь мокрый. Привет! Привет, привет! Как успехи? Да так, средненько. О, даже маслята есть. Да. А я видел, тоже там кто-то нашинковал маслята летние. Это я. А, это вы? Да. Я плохие оставила. Это хорошо, я думал, кто-то чужой. Кстати, вон там два грибника ушли. У меня черепеленьких. Четыре? Да. У меня чуть больше. Вот такой есть еще. Ох, красава. Но только нога червивая. А вот, друзья, и нам посчастливилось встретить масленка зернистого. Летнего масленочка. на тонкой, но уверенной ножке. Твердой. Крепенький, крепенький. Когда-то мы уже находясь в этом лесу, говорили, что здесь все беляши какие-то длинноногие, да? Вот есть прям такие бочки со шляпами. А это такие все, как я в молодости. Смотри, Катюша, как у себя в домике спрятался вон тот беляшоночек. Вон он под крышей, под навесиком. А по пути к нему чуть не наступил на вот этот проклюнувшийся белый. Так, сейчас я тут намечу корзиной. О, а я же говорил, бывает нападешь на местечко. А там можно неплохо подлохматиться. Посмотрите, друзья, я не успеваю просто поперед Катей бихты. Потому как здесь все на пути у нее. Катя, ты представляешь? так, ну этот уже умерший. Ого, ну это пока царь. Сейчас, смотрите сюда. вот это мистяк. И вон торчит. Ура! Мам, покажи, что там у тебя. Ох, крепенький. Вот каким я был в молодости. Очень длинный и очень худой. Это мы с братом. Не хватает одной руки. А как же я брошу здесь? Иду! О, а вот это чей? Не чей? А, это мамин. Я уже хотел его приватизировать. Это плохой. И вон тот плохой. А вот это интересный. Класс. Катя, а что ты с пустыми руками ходишь? Потому что я пошла снимать что-то у мамы а вот Катя наступила или что-то зарыла. Ну, это плохое. Что она прикрыла? А это мой. Вот этот? Да. Ну, я просто его хотя бы сорву. Смотри, какие длинные ноги. Да пипец. Спасибо. У меня такая дышка, потому как сейчас очень душно. да, вот тоже высокий. А я тут без конца приседаю как молодой мальчик. А возраст уже под сорокет. плюс волнение. Вот как можно осчастливиться. Ох, ох какой. Это тот, что поменьше, а это прям тот, побольше. Я не успеваю чистить. Дима, надо споскать. Мам, подожди. А вы видели вот этого? Я рву двумя руками. С грязненькой шляпкой. одел. Вот он. Хоть бы не встать. Ни на какой, да, Катя? хуууу. Вот семейство. Ой, прям отсюда вижу дальше, еще выше. Я не успеваю, мама. вот такой вот а вот поменьше целая поляна беляшей я таких полян еще и не встречал крупных то я же не могу вам потому что тут тоже вот я знаю почему мама зовет меня туда чтобы я не успел пособирать здесь вот это оторвались катя никто ни на кого не обращают внимание смотри а это кто-то нахезал в лесу надо забрать такой лес прекрасный мама зовет наверно достойный экземпляр да большой но сейчас большие зачастую червивые вы его сейчас сорвете мам а вдалеке солдатик стоит пятнышко мха из него беляшок пока девушки фотографируются на фоне своего гиганта я нахожу множество меньше но мне кажется приятнее экземплярчиков вот обратите внимание он не совсем и маленький он не маленький и он чистенький а как пахнет какой приятный аромат источает удалось найти местечко где не составляет труда найти беленького вот смотрите они совсем уже на поверхности здесь старая упавшая сосенка пожалуйста твердые образцы попадаются мне все чаще а то были какие-то все вот там он червивые не знаю посмотрите это же совсем на поверхности никаких вам бугорочков хотя нет погорячился есть бугорочек катять медленно сюда сунет это меня уже начинает настораживать потому как смотрите друзья ну еще бы под для димы не найти да мы так и грибалим друг возле друга пасемся а у меня хорошие да тут оно все подряд адреналин плюс жарко плюс возраст смотри катя а катя не интересно тут кстати мы уже говорили как-то что змей здесь мы ни разу не встретили катя здесь вообще лафа не могу вам не продемонстрировать какой чистый гриб а ты тут ходила да мне просто приятно пособирать за вами грибочки вот это все счастье произрастает у подножья вот этого бугорка на который сейчас мы с вами поднимаемся бугра я бы с это что такое ходил за вами грибочки подбирал кто-то сигналит кто-то потерял родных если дать психу я этим временем мы радуемся это мы уже на вершине холма и здесь тоже растут беляшки слышите конкуренты приближаются буду работа цимовочки по понятным причинам дорога да где-то там идемо далее кричать нельзя будем радоваться молча я как-то недавно ляпнул что здесь все беляши тонконогие беру свои слова назад полюбуйтесь только ой на этого ой вольно становиться коленками голенькими на вот этот белях толстоногий вон те женщины заблудились спрашивали куда идти где дорога самое интересное что я сам не знаю где дорога ну так предположительно и по какой-то причине у меня на телефоне исчез мой навигатор а у меня там было столько геометр полезных придется все по памяти наверстывать очередная приятная находка масленок свежачок а мне везет еще один масленочек с другой стороны поваленной сосенки маслятки свежайшие чистейшие убедитесь сами как только сказал это а ну тут слегка была ножка поражена я ее срезал а вот предыдущий посмотрите частичок здесь сразу видно никого не было кроме алкашей смотрите как как он маячит на видном месте вот этот высокий беляш я заприметил что-то блестящее вдали наверное это шляпа масленка масленок уже не молодой наверно хотя чего неплохой масленок даже чистенький берем местами местами так необычно такая густая трава посреди соснового леса густая и высокая дерево какое-то дерево упало что ли жутковато тут становится да пойдемте стоило выйти с этой открытой местности и зайти опять сосновник как тут встречает нас сами видите кто крепенький Катя смотри вот очень красивое место но тут свежо жуткие вещи происходят в этой низинушке жарко очень некомфортно ходить летом по жаре может быть нужно просто раньше выходить рано-рано утром куда комфортней конечно осенью любимая грибалочка осенью наконец-то радующий глаз бугорочек ровеснички посмотрите на наши замученные лица водичка на вес золота попили водички очень жарко очень мучения от жары прерываются радостью двойной или даже тройной сам взрослой встречается большое множество таких причудливых деревянных грибов даже есть такие крупные экземпляры и только катюша вазопила ни одного гриба здесь нету как дмитрий обнаруживает прекрасную шляпу белого здесь вырубленная местность а по краям можно встретить такие экземплярчики неплохие все находятся в характерной позе мама уже выпрямилась наверное нужно здесь быть внимательней ну что ж друзья настало время нам прощаться до следующего ролика сейчас я покажу вам результат интересно кто это здесь в акации прячется семейство маслят три штучки прямо возле дороги маслята радуемся жизни вместе подписывайтесь на мой канал дайте мне еще один повод для радости молодцы а ну такой результат у меня тяжеленький вот мамин гриб султан главное что чистый да и вот катя красивые все всем пока друзья до новых встреч пока пока пока